здравствуйте дорогие друзья сегодня я хотела бы с вами поговорить о том как снять стресс как делаю этот это я до этого видео я вам говорила что у нас нынче был очень плохой год и в огороде ничего не выросло все замокло пчелы практически пасеки уничтожились и очень совсем мало осталось и вероятность того что переживут весну переживут зимовку пчелы я бы не давала поэтому это был конечно шок для всех такая такое лето и жалко внуков которые приехали на леток бабушки они сидели безвылазно в этих четырех стенах и в куртках и в шапках в сапогах резиновых проходили целое лето не увидели ни солнца ни воды ни купаний ничего из своего личного опыта я хотела бы рассказать вам как я сумела пережить не пережить может быть это очень сильно сказано но во всяком случае нашла себе успокоение снимала стресс вот глядя в это в это окно без конца и края когда дождь 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 хмуро солнца нет я решила что если я не займу себя чем-то чтобы мне отвлечь голову от этого от этой погоды то ночью очень будет тяжко и я решила заниматься шитьем до этого в жизни моей были было много всяких стрессов и были года или там месяца или периоды когда мне я обращалась врачам и многие врачи говорили о том что чтобы не думать об одном надо занять себя чем-то другим если вы не спите если вам никак не уснуть значит надо брать книги читать 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 даже вплоть до того что глаза закрыт до того времени как закроются глаза и даже если вы не боитесь что вы пошевелитесь и у вас пройдет сон то даже не выключать свет и этим способом пробовала заниматься и конечно он очень помогает еще один способ который хотя это все способы конечно такие вы можете сказать что ерунду я всякую говорю но кто это пробовал то это помогает еще один способ когда во всем теле нервоз и ты не знаешь в какую сторону бежать и тебя куча проблем это вязание вязать не обязательно там кофты свитера можно вязать носки можно вязать варежки можно вязать просто какие-то слитки или что-то такое главное чтобы у вас голова была занята тем что что вы занимаетесь вот этим делом а у меня значит за это от этого климата от этой погоды в голове закралась мысль что мне надо заниматься шитьем шитьем я занималась раньше ну где-то 30 лет все мое шитье сходило на то чтобы там подшить брюки поставить заплатки ну с тех пор как выросли дети и в магазинах стала что-то можно купить а ткани потому как мы живем в деревне надо опять куда-то ехать что-то покупать ткани очень дорогие и поэтому благополучно я забросил это дело но один раз проснувшись летом вот под такой дождь и холод я решила что если я не займусь чем-то кроме как смотреть в окно то то это будет чревато для моих нервов поэтому я занималась начала заниматься шить но это конечно довольно интересный процесс и про это можно поговорить другим другом видео занимаюсь шитьем я и сейчас для этого я купила хотела очень давно собиралась купила себе новую швейную машину и конечно у меня старая которая которую мне подарили мать в приданой это было 40 лет назад и она шила плохо поэтому может быть еще из-за этого я лишний раз не к ней не притрагивалась и не шила какие-то вещи сейчас продолжаю шить чтобы получить какое-то удовольствие какое-то снятие стресса от этой жизни которая нас ждут на каждом шаг ну вот и все что вам сегодня хотела сказать до свидания с вами была бабка пчеловодка всего вам доброго